Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спешат и успевают на помощь 12 лет МЧС Абхазии. В траве сидел Кузнечик. Новый вредитель обнаружен на востоке страны. Ему открывались другие миры. Борельеф памяти Геви Смир установлен в новом афоне. 4 июля 1993 года. Важная дата в летописи Отечественной войны народа Абхазии. В ходе июльской наступательной операции батальон «Горец» выполнял ответственные задания, связанные с десантированием на гору Ахбюк. По генеральному плану Министерство обороны Абхазии гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения Цугуровки команды города Сухом. Не успел вылетевший из Гудаута вертолет Ми-8 приземлиться на горе, как из засады открыли огонь грузинские гвардейцы. Вертолет был обстрелен из гранатометов и загорелся. Выпрыгивая, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. Из 46 человек осталось 17. Позже несколько из них погибло от полученных ранений, ожогов и без вести пропало 5 человек. Традиционно в этот день бойцы батальона «Горец» собрались в столичном парке славы. Возгласau «Горец»lein «Горец» собрался один MarinsoverEN и будет вставил организм четвертый огонь грузины, которые вырезали ее с Борца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летчики, которые работают в Афганистане, находятся в Афганистане, в Афганистане. Летчики, которые работают в Афганистане, находятся 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 в Афганистане. 12 лет со дня создания Министерства по чрезвычайным ситуациям отмечают сегодня в Республике. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов в Парке Славы. Участие в церемонии приняли министр МЧС Лев Квицинец, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, министр внутренних дел Гарри Аршба, гости из Приднестровья, ЛНР, ДНР, Южной Осетии. Мероприятия в честь празднования годовщины со дня создания МЧС продолжались торжественным заседанием и подписанием соглашения о сотрудничестве между МЧС Абхазией и МВД Приднестровья в области предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Илана Казанба. В 2014 году Управление по чрезвычайным ситуациям, созданное в 2006-м, было реорганизовано в министерство. Вот уже 12 лет сотрудники ведомства осуществляют управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 4 июля – день образования МЧС. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов в парке славы в столице. В честь празднования 12-й годовщина со дня создания главного спасательного ведомства страны в республику по приглашению руководства МЧС прибыли ряд высокопоставленных гостей из Приднестровья, Южной Осетии, Луганской и Донецкой народных республик, городов России. Все они приняли участие в торжественном заседании, открыл его министр Лев Квициния. За 12 прошедших лет мы прошли нелегкий путь становления, развития системы предупреждения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране. Мы начинали свою работу фактически с нуля, после военной разрухи, с минимумом техники, нехватки личного состава. В этой связи я отдаю должное своим предшественникам, руководителям ведомства, сумевший выстроить работу и заложить традиции, на котором основывается нынешняя деятельность спасательного ведомства Абхазии. Спасатель приходит на помощь одним из первых. Зачастую представители этой профессии становятся свидетелями чужой боли и страданий, сталкиваются со страхом людей, оказавшихся в опасности. Есть у спасателей и своя боль, безвременно ушедшие товарищи, исполнявшие свой профессиональный долг. Всего за 12 лет погибло 6 сотрудников МЧС. Память о них почтили минутой молчания. Субтитры создавал DimaTorzok От имени премьер-министра страны Геннадия Гагулия поздравительный адрес зачитал вице-премьер Астамур Кецба. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Днем сотрудников МЧС Республики Абхазия. Спасательная служба – это мощная система оперативного реагирования, которая на высоком уровне решает задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Со дня основания и по сей день сотрудники МЧС стоят на страже безопасности народа Абхазии. Каждый сотрудник осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг. Профессия спасателя включает в себя сразу несколько специальностей. Водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик. Во время стихийного бедствия, техногенной катастрофы или теракта одновременно страдает большое количество людей. Прибывшие на место спасатели мгновенно оценивают обстановку, организуют эвакуацию, извлекают раненых, оказывают первую помощь. В этой связи весьма важным является взаимодействие с другими силовыми структурами. Те мероприятия, которые мы проводим совместно, они показывают большой труд, они приносят большую удачу. Поэтому в этот праздник хочу всех вас поздравить с этим прекрасным днем от имени Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Дисциплинированность, смелость, решительность, быстрая реакция, ответственность, физическая сила и выносливость – лишь малый перечень качеств настоящего спасателя. О том, что всеми этими характеристиками вполне обладают абхазские МЧСники, говорили гости из зарубежных силовых ведомств, представители МИДа страны. Особую роль МЧС Республики подчеркнул чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. От имени президента Российской Федерации, от имени Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также от имени Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, делегация которого тоже находится сегодня вместе с вами в этом зале, я поздравляю Министерство очерчальным ситуациям Республики Абхазия с 12-й годовщиной. Мы очень признательны за те действия, которые сотрудники вашего министерства проводят на этом важном поприще. Я, как вы знаете, новый человек на посту посла Российской Федерации, однако уже за полтора месяца успел лично убедиться в самоотверженном труде ваших сотрудников и в горах, и на водах, и на дорогах Республики Абхазия. Чтобы понять, какой титанический труд выполняют сотрудники МЧС Абхазии, достаточно обратиться к статистике. За 2017 год спасатели зафиксировали 1099 пожаров, 151 ДТП, обезвредили более 150 взрывчатых предметов, 19 химически опасных веществ. Особое место в деятельности главного силового ведомства страны занимает расширение международных контактов. В этой связи было подписано соглашение о сотрудничестве между МЧС Абхазии и МВД Приднестровья в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ему открывались другие миры. Брельеф памяти первооткрывательного Афонской пещеры художника и скульптора Геви Смыр открылся в главном зале экскурсионного объекта. Это событие произошло в день официального открытия пещеры, с которого прошло 43 года. О Геви Смыр, но в Афонской пещере. В первых экскурсиях и мнениях гостей страны о работе одного из главных экскурсионных объектов Абхазии расскажет Анастасия Никонова. Очень понравилось. Масштаб. Там был водопад. Масса эмоций даже сложно описать на самом деле, очень интересно. С такими эмоциями и впечатлениями выходят с экскурсии по Новоафонской пещере гости Абхазии. Казалось бы, день сегодня обычный. Довольные туристы, отлаженный график отправления электропоездов, проверка билетов, как обычно несколько опаздывающих экскурсантов. Но у жителей Нового Афона и особенно сотрудников пещеры сегодня праздник. 43 года назад 16-летний новоафонец Геви Смыр открыл одну из прекраснейших пещер земного шара Новоафонскую, изменив тем самым жизнь не только города, но и всей страны. Посмотреть на чудо природы в разные годы сюда приезжали со всего земного шара. Но мало кто знает, что первая экскурсия в Новоафонской на абхазском языке прошла еще 44 года назад, а значит, до ее официального открытия. 20-летняя жительница города Людмила Таня провела ее для старейшин Абхазии. Правда, немножко боязно было мне после института, пока еще молодая была, и еще первая экскурсия с такой массой людей, с таким количеством, и еще люди вот в нашей национальной форме. Все это как-то для меня страшно было. Ну, я считаю, что я смогла провести экскурсию. В конце экскурсии все вот эти взрослые мужчины, 90-98 лет. Нет ни одного человека, кто не подошел, не поблагодарил. Им не столько экскурсия, а то, что на абхазском языке это все прозвучало. Тогда молодая девушка думала, что работа в пещере временна. Она собиралась стать учителем, но за год экскурсоводческой деятельности в ее жизни изменилось многое. Пришла сюда, но думала, один год поработаю. Но как сюда пошла, я все время думала, как можно одно и то же повторять. Оказывается, девочки, это не так. Вот группу ты взяла, встала в первом зале рассказывать, вот уже в первом зале ты уже ощущаешь, как группа тебя воспринимает. Разные лица, разные люди, разные вопросы. Это каждый раз. Вот я здесь работаю 43 года. Я без переувеличения могу вам сказать, вот каждый раз я прохожу по пещере, или экскурсанты сами что-то вот покажут новое, или все равно мы сами тоже вот что-то новое. И думаешь, господи, сколько раз я вот здесь проходила, и как я могла вот это не увидеть, не ощутить. Каждый раз что-то новое. Новые ощущения, новые вопросы, новые взгляды. Вот так вам объяснить. Я люблю свою работу. Живет жизнью пещеры и ее главный инженер Беслан Пандария. В этом году исполнилось 39 лет, как он впервые пришел сюда на работу. Улучшение его техническую сторону работы одного из главных экскурсионных объектов Абхазии не знает никто. Мне повезло с этой работой. Работа была очень интересной. И с людьми, которые здесь и тогда работали, и сегодня работают. Это начиная с руководителя, и непосредственно исполнителя всех вопросов, которые здесь возникают. Если бы вот эти вопросы не возникли, я бы, наверное, так не задержался. Что касается... Наш основной труд деятельности, вид деятельности, это прием и обслуживание туристов. Ну, до войны, значит, будем так, если назовем, спектр туриста был большой. Это Европа, это знаменитости, это первые лица европейских государств. Всегда это обязывало быть на высоте. Мы это несли. Бесконечный поток туристов, работу пещеры, да и весь уклад жизни нашей страны, разрушила грузино-абхазская война. В 1992-м на фронт ушли и сотрудники Новоафонской пещеры, пять из которых погибли. В их честь в помещении главного зала организована доска почета. Но после победы все понимали, надо возвращать страну к жизни, вспоминает Беслан-Пандария. Потихоньку работа Новоафонской пещеры возобновилась. Сегодня это современный экскурсионный объект, безопасный для посещения. Ежегодно все модернизируется для комфорта посетителей пещеры. Последнее и самое важное событие в работе объекта – замена подвижного состава, отметил главный инженер. Это был проект, и дорогой был проект для нас. Но государство поддержало нас в этом проекте, сказали, вы действуйте, мы вам поможем. Ну, помогли и с финансированием, на первую очередь, помогли. И состав у нас, можно сказать, что очень удачный, отвечает современным требованиям по безопасности и по эксплуатации тоже, по сертификации проходил моменты, которые необходимы были. Ну, это требует тоже хорошей обслуживания. С этой задачей коллектив Новоафонской пещеры справляется. Дружно и слаженно. Экскурсоводы, техсотрудники, машинисты и другие специалисты ежедневно делают отдых наших гостей комфортным и безопасным. Спасибо. В день официального открытия Новоафонской пещеры, которая состоялась 43 года назад, в главном зале открыли барельеф Гивисмар. Человеку, которому удалось открыть прекрасный подземный мир одной из самых красивых и загадочных пещер Абхазии. Увы, Гивисмар не стало 18 ноября 2016 года. Говоря о нем, его друг, директор Новоафонского историко-культурного заповедника Алхас Аргун, отметил, что он был человеком особенным, творческим, воспитанным, любящим свою страну и ее жителей. Увы, Гивисмар не стало 18 ноября. Увы, Гивисмар не стало 18 ноября. Гивисмар не стало 18 ноября. Добавил субтитры DimaTorzok От рода Смыр на открытии барельефа выступил народный поэт Абхазии Ручби Смыр. Он рассказал присутствующим историю, о которой почти никто не слышал. Как оказалось, в день официального открытия Новоафонской пещеры 4 июля 1975-го ее первооткрыватель Гиви Смыр семьей не были приглашены. Абхазия Гиви 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 Продолжение следует... И нечего и ждать, как пахалкала ходила в бра дарак в жецах отчина, в бра хапаку о, а мне хапыта талу. У Ахталу я и не сниг рапшин не сдылся, а близ хапыта талу, а твердой рыб хушь твян бутся гасниви. ВАХТАВ PRICE Доброту и отзывчивость Гиви Смыр, который последние 15 лет был директором пещеры, отмечают и ее сотрудники. По мнению нынешнего директора Новоафонской пещеры Мирона Чалмаз, творческая личность Гиви Смыр проявлялась и на руководящей должности. Его подход к решению различных задач был креативным и эффективным. Все мы понимаем прекрасно, что на самом деле все, что происходит сегодня с нашим коллективом, с нашей пещерой, это и пополнение бюджета, и это и возможности сегодня показывать всем то прекрасное, то некогда было спрятанное, определенное от нашего Маза, а сегодня ему будет зреть миллион людей, как мы уже говорили. Это великолепно, величайшее открытие греха Гиви Смыр. Именно когда мы сегодня совершим и работаем здесь, хотелось бы сказать, что он всегда станет нашим старшим народом, нашим Богом. Это великолепно, человек, художник, стильолог, вернее, фиомер, пасырский ганомоний, мыслитель, защитник вашей Богом. Миногузова, геохалша, 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 геохалша После выступлений друзей и коллег и родных состоялось открытие барельефа первооткрывателю Новоафонской пещеры, ветерану Отечественной войны народа Абхазии, скульптору, художнику и просто Афонсу Гивесмар. Первооткрывателю Новоафонской пещеры, скульптор и художника Гивесмар не стало 18 ноября 2016 года. Предлагаем вашему вниманию отрывок специального репортажа, посвященного 40-летию пещеры из архива нашей телекомпании. У туристического комплекса за 40 лет было всего несколько руководителей. Первым директором был Валерий Воуба. С одни начала строительства пещеры до войны. Потом в разные годы Анатолий Канжария, Зураб Гарцкия. С 2004 года и по сей день руководителем является первооткрыватель пещеры Гивесмар. В своем кабинете Гиви Шамилович не сидит на месте директора. Признается, что не по душе, скромно присев на стул рядом. Работа идет, все поставлено. Очень много наработок уже знают эту работу, как встречать гостей, как именно все это. Значит, пещера, конечно же, работает и дает мне возможность еще заниматься творчеством, памятниками истории, археологии помогать и так далее. Луис Карвалан, Наджибула, Михаил Горбачев, Фрунзик Макарчан, Ирина Роднина, Анатолий Карпов. Лишь малая часть известных людей, посетивших Новоафонскую пещеру. В книге отзывов записи более чем на 10 языках. Ельцин был, когда он был секретарем Ульяновского. Горбачев был, когда был секретарем Ставропольского. Гивис-мэр для Нового Афона не только первооткрыватель, но иногда даже спасатель. В середине 80-х годов прошлого века началось строительство карьера у подножия Анакопийской крепости. Допустить этого честный и любящий свой город житель Нового Афона не смог. Пришлось прибегнуть к кардинальным мерам. Карьер создали вот здесь. Прямо под стенами Анакопии. Вот наша крепость там повыше. И начали самосвалами вывозить грунт отсюда и делать там где-то дорогу. А проблема очень серьезная возникла. Трещина пошла и она дошла до цитадели, до самой главной крепости. Вот одна трещина пошла вот сюда, до крепости, а другая трещина пошла до храма верхнего. Ну, пришлось остановить их. Объявил я некую голодоку там на этой горе. В то время это очень, так скажем, было не принято. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагули встретился с делегацией Хашемитского, Королевства и Ордании, сообщает сайт Кабинета министров страны. Во встрече приняли участие представители как исполнительной, так и законодательной власти Ордании. Стороны обсудили возможность экономического сотрудничества и налаживания торговых отношений. Черкесы сыграли большую роль в новой истории Ордании. Этот факт еще больше сближает нас. Ваша страна является примером развития туристической отрасли. Мы рады перенять ваш опыт, а также поделиться своим, сказал Геннадий Гагули. На 5 июля запланированы встречи делегаций с президентом Абхазии, с депутатами Народного собрания, а также с министром экономики. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов построят в Адыгее свой первый зарубежный центр по закупке и экспорту на Ближний Восток экологически чистой продукции, сообщает ТАСС. В целом, экспортный товарооборот республики в минувшем году вырос в полтора раза до 38 миллионов долларов. Важно отметить, что по экспорту из Адыгее лидируют Китай, Ливан и Абхазия. С ответным визитом в Сухуми состоялась рабочая встреча президента ТПП Республики Абхазии Тамилы Мирсхулавы с экспортерами из Республики Болгария. Ознакомительный визит прошел на основании существующего соглашения о двустороннем сотрудничестве с Союзом частных предпринимателей Болгарии. Тему продолжит Фиола Барганджи. Привлечение новых инвестиций в страну и укрепление существующих связей сегодня являются, безусловно, главной задачей ТПП Абхазии. Как отмечает ее президент Тамила Мирсхулава, подобная бизнес-миссия направлена на создание в стране совместных предприятий. Визит Болгар пока что ознакомительный, однако уже говорит о больших перспективах в сотрудничестве. Приятно, что есть и возможность развития и расширения тех связей, которые уже существуют между предпринимательскими кругами. И есть возможность обсудить вопросы касательно создания совместных предприятий на территории Республики Абхазия. Это говорит о том, что есть определенная заинтересованность двух сторон и желание развивать и расширять те торгово-экономические связи, которые существуют на сегодняшний день. Деловая встреча с делегатами из Болгарии проходит на основании уже подписанного соглашения о двустороннем сотрудничестве. Главной задачей зарубежных экспортеров также является создание нового бизнеса в Республике и возможность его продвижения. Как рассказывает исполнительный директор одной из крупных фирм, у Абхазии есть большой потенциал для привлечения практически любых инвестиций. Видно, что есть потенциал для развития. И как представители одного из больших болгарских союзов, это союз частных предпринимателей, мы здесь пришли, чтобы смогли развить это наше соглашение и сотрудничество, где можем сделать совместные инвестиции, где можем помочь себе в экспорту и импорту разных продукций. Если можем быть полезны, чтобы на следующей встрече был у нас успех. В рамках рабочей программы в ближайшее время состоится встреча с представителями государственной власти. В частности, с премьер-министром Абхазии, министром экономики, а также с представителями инвестиционного агентства. Визит продолжится поездкой в табачный цех в городе Гудаута, а также посещением главного винзавода страны. Вечером же в среду с делегацией экспортеров из Болгарии встретился премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, сообщает пресс-служба Кабмина. Гости отметили инвестиционную привлекательность Абхазии, подчеркнув, что наша республика весьма богата природными ресурсами. «Мы готовы совместными усилиями реализовать проект, который позволит производить изделия из камня внутри Абхазии», констатировал член делегации, болгарский эксперт в области обработки мрамора и гранита Митко Баяджиев. «Любые проблемы при выдаче гражданам Абхазии паспортов нового образца должны решаться в срочном порядке», заявил на рабочем совещании с Куарчалском районе вице-премьера Стамур Кецба. Начальник паспортного отдела под Куарчалскому району Эльвира Аршба предоставил информацию о том, как проходит паспортизация в районе. По ее словам, в ближайшее время процесс паспортизации граждан в Скуарчалском районе будет завершен. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. В нижней зоне Галского района обнаружено массовое поражение кукурузных полей вредителями. Сначала предполагалось, что сельхозугодия подверглись нападению саранчи. Но затем с помощью ученых удалось выяснить, что кукурузу портят зеленые кузнечики, лишившиеся привычной кормовой базы из-за жары. Но защитники растений, не дожидаясь дождя, приняли решение начать бороться с вредителями с помощью химикатов. Так как этот паразит не единственный, выбравший молодые побеги кукурузы в качестве дома и пищи. Наши корреспонденты побывали на плантациях приграничной зоны. Репортаж с полей. Марьяна Котовой. Утро в Гальской администрации началось с тревожного сообщения. Новый вредитель поражает кукурузные поля. За три дня здоровые побеги оказались поврежденными. Работники районного управления сельского хозяйства обошли все поля нижней зоны Гальского района. И сообщили, что на растениях массово распространилась насекомая, похожая на саранчу. Обладая горьким опытом общения с мраморным клопом, который сначала не вызвал больших опасений, Глава района Тимур Нодарая принял решение начать борьбу с паразитом, не дожидаясь его идентификации. Получите необходимое количество лекарств и давайте идем работать. За техника, есть участника или других, за каждый гектар мы будем давать 2000 рублей. Если человек на технике, то он за эти деньги заправляет свою технику и идет лечиться. 1000 рублей уйдет в топливо, 1000 рублей ему останется. Пестицид альфа-амиприт раздали сельчанам, ответственным за обработку полей. Ведь в шести селах был обнаружен вредитель. Практически на всех насаждениях. В селере погрономы обнаружили не только насекомое, похожее на саранчу, но и личинки кукурузной совки. Буквально за три дня эти насекомые повредили здоровые побеги настолько, что многие из них уже не дадут початков. Очень плачевное состояние. Нижняя зона вся поражена вредителем саранчой. Это первый раз в всю историю Абхазии, что такое у нас появилось. Она очень сильно развита. Здесь вы видите, как она повредила уже сами кукурузные. И с ним вместе еще появился такой кукурузный мотылек. То есть он тоже жирает эти листья. На сегодняшний день можно сказать, что 2500 гектаров земельных в 2 годе пашни под кукурузу, которая у нас есть, она полностью поражена. По словам директора службы защиты растений Владимира Герия, своевременная обработка полей пестицидами позволит спасти основную часть растений. Но гораздо больше помочь сельскому хозяйству Абхазии способна сама природа. По словам специалиста, если новый вредитель все-таки не саранча, то побороть его под силу простому дождю. Появление этих вредителей спровоцировано, скорее всего, засухой, которая длится по времени столько, что это можно уже к природным аномалиям отнести. В поисках пищи насекомые концентрируются на кукурузных плантациях. Это временное, это не постоянное явление. Но меры, которые мы принимаем, безусловно, необходимы для того, чтобы вот это спасти. Чтобы окончательно идентифицировать паразита, Владимир Герия привез из гала одну особь в Академию наук Абхазии. Главный энтомолог страны Роман Дбар подтвердил, что насекомое не саранча, а обычный зеленый кузнечик. При небольших численностях он полезный насекомый. В том смысле, что он уничтожает и вредных насекомых, потому что предпочитает хищничать. Но при определенных обстоятельствах он при отсутствии корма и отсутствии достаточно зеленых растений, он переходит на плантации и начинает вредить. Если бы в этом году было бы достаточно количества дождей, мы бы не увидели этого эффекта. Из-за этой засухи он как раз перешел на кукурузные поля. А это значит, что сама природа должна справиться с новой сельскохозяйственной напастью. Но чтобы исключить повторение истории с мраморным плопом, которого вначале тоже приняли за безобидное насекомое, принято решение все-таки обрабатывать поля пестицидами. Бюджетное финансирование русского театра драмы имени Фазили Искандера в 2018 году осталось прежним и не было увеличено. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил директор театра Иракли Хиндба. Подводя промежуточные итоги 37-го театрального сезона, он рассказал планы на вторую половину 2018 года. Помимо творчества, руководитель рассказал и о финансовой стороне работы. А в целом новые масштабы проекта, расширение рамок сотрудничества и интересные творческие альянсы в рамках Росдрама. Обо всем этом по порядку в материале моей коллеги Леонора Гелаян. Самыми эффектными при подведении итогов по-прежнему остаются цифры. Они точны, лишены прикрас и лучше всего отражают реальное положение. Именно потому свою пресс-конференцию директор Росдрама Иракли Хиндба начал с них. И по плану в этом сезоне, который завершится в сентябре, мы сыграем 108 репертуарных спектаклей. Всего за время нахождения вашего покорного слуги в должности директора Росдрама было сыграно 178 репертуарных спектаклей, то есть за полтора года. 178 репертуарных спектаклей, 206 вместе со спецпроектами, выпущено 13 премьер. Мне кажется, это хороший результат работы. По крайней мере, если кто-то не скажет, что где-то и где-то и когда-то были такие показатели деятельности театра в Абхазии, я буду за такую информацию очень благодарен. Сам Хиндба показатели считает по праву беспрецедентными. Директор поблагодарил коллектив театра за самоотверженный труд на протяжении сразу нескольких сезонов. Работать в таком режиме было непривычно для всех. Я считаю, что театр не может работать изредка, периодически давать один спектакль в год, один спектакль в месяц или два спектакля в месяц. Это невозможно, это не театр. Если актер не выходит на сцену хотя бы два раза в неделю, он теряет свою квалификацию. Это факт, и никакие былые заслуги не могут приниматься в расчет. Вот надо выходить на сцену и играть, и показывать свой уровень, свое мастерство. И наши актеры это делают. На спектаклях Росдрама «Аншлаги» билеты продаются практически нон-стоп. Уже известно, что на каждый рубль, выделенный государством, театр зарабатывает рубль собственных средств. Из них им финансируется содержание в надлежащем виде технических ресурсов Росдрама. Я думал, что увидев вот такое вот удивительное рвение и удивительная эффективность, результативность, наш театр посетило более 30 тысяч человек в прошлом году, между прочим. Население Абхазии 240 тысяч. Представьте себе, что это такое. Думал, как-то подумают о том, что неплохо было бы помочь театру по линии государственных финансирований. К сожалению, этого не случилось. Я очень рассчитываю, что это произойдет в 2019 году. По крайней мере, мы сделали свои расчеты и сделали соответствующее представление в Министерство культуры, Министерство финансов. На самом деле, если вы знаете, как происходит финансирование театров в Москве, то театр, который больше зарабатывает и больше привлекает зрителей, получает больше денег от государства. У нас все наоборот. Чем больше ты работаешь, зачем тебе помогать? Ты сам там что-то зарабатываешь и так далее. Подобный подход Ираклихинба считает абсолютно неправильным, неперспективным и недальновидным. Я вам просто одну цифру назову. У нас же любят мифотворчеством заниматься некоторые, особенно те, которые не могут объяснить причины своих неудач. Они любят обязательно объяснять это, объяснять удачи, успехи других какими-то мифическими суммами, каким-то финансированием от кого-то, от чего-то. Просто иногда послушаешь, думаешь, у людей, вместо того, чтобы им фантазировать, они бы лучше занялись работой, не занимались бы ерундой. Мы находимся на 10-м месте по фонду оплаты труда среди 25 учреждений культуры страны. На 10-м месте театр, который является самым посещаемым театром страны, который выпускает больше всех спектаклей, который и выпускает, и играет больше всех спектаклей, находится на 10-м месте. Как обычно, в стенах «Русдрама» говорить долго о проблемах невозможно вскоре, и Хинба перешел к планам, которых большое множество. Уже совсем скоро, 17 июля, зрителей русского театра ждет уникальная премьера. Я вам даже покажу эту афишу. Вот такая вот яркая, провокационная даже в чем-то афиша. Провокационная в хорошем смысле. Да. Здесь, видите, два главных героя спектакля «Клинический случай» по пьесе Рея Куни, которых играют Рубен Деппелян и Кирилл Шишкин. Как вы понимаете, комедия, причем комедия от классика, жанра Рея Куни, это, наверное, один из главных комедиографов 20 века. Его пьесы, пьесы по его спектаклям с огромным успехом идут по всему миру, и всегда эти спектакли привлекают внимание зрителя. Но и это еще не все. История русского театра богата и уходит корнями в далекое прошлое. Ираклий Хинба решил слегка обратиться к истории. Захотелось сделать такую интересную историческую, как-то закольцевать, что ли, историческое время. В нашем театре в 90-е годы работали очень интересные люди, которые сегодня... Кто-то из них работает в России, успешно работает, кто-то из них в Абхазии, но уже 20 лет не переступали порога театра. И мне подумалось, что было бы хорошо, если бы эти люди поставили у нас спектакль. Речь идет об Адгуре Кове. Адгур Кове, Адгур Михайлович Кове, режиссер, главный режиссер сегодня, художественный руководитель Орского театра драма имени Пушкина. Итак, совместно с Баталом Джапуа, который выступит художником постановки, в декабре 2018 года на сцене Русдрама появится Хаджи Мурат. Расписание же всех спектаклей можно найти на официальном сайте театра. Русдрам.орг Элеонора Гилаян, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. Национальный театр Адыгей приедет с гастролями в Абхазию впервые за 34 года. В программе «Три спектакля» и специальный кавказский проект сообщает «Спутник Абхазии». Главный режиссер Адыгского театра Кассея Хачигогу привезет в Абхазию две постановки для взрослого зрителя Кабала Святош «Слуга двух господ». «Сказку для детей только вперед» и специальный проект театра «Кавказский меловой круг». Проект коллаборации абхазских и адыгских актеров. Каждая труппа будет играть на родном языке, а некоторые сцены будут проиграны только на абхазском языке. В Пицунте состоялся седьмой международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Черноморские легенды» в рамках международного проекта «Салют талантов». Поле 300 юных талантов из десятков городов России и Абхазии представили творческие номера для зрителей и членов жюри. В жюри конкурса от Абхазии были представлены Вахтанг Возба и Давид Терзян. Фестиваль-конкурс «Черноморские легенды» проходил при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазии. Партия экономического развития Абхазии возобновляет культурный проект. ЭРА приглашает абхазских художников в Боснию и Герцеговину на международный художественный пленэр. В программе знакомство с коллегами из разных стран, в том числе абхазскими и абазинскими художниками из Турции, Кащер, Израиля, Ордании, Сирии. Желающие принять участие могут обращаться по телефону 777-9292. Туры, где питание не включено, выбирает каждый второй путешественник, который едет на российский курорт, свидетельствует из исследования сервиса путешествий tutum.ru. Вторую строчку занимают туры в Абхазию 31%, а на третьем – Индии 20%. Путевки с опцией «Все включено» покупали путешественники, едущие в Доминикану, Тунис или Турцию, говорится в исследовании. В завершении выпуска о погоде. На территории Абхазии ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до 31 градусов, температура морской воды плюс 26, ночью столбик опустится до 21 градуса тепла. А на этом пока все. Развитие событий на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин